В эфире программа «Законодатели». Вас приветствую я, Мария Владимирова, и начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. На общественное обсуждение вынесены два законопроекта по вопросам реализации мер социальной поддержки граждан в Ненецком округе. Законопроекты размещены в разделе «Документы» на официальном сайте Собрания депутатов Ненецкого округа. В соответствии с одним из законопроектов расширяется категория граждан, которым предоставляется мера соцподдержки в виде выплат части процентов за жилищный кредит, выданный для создания или приобретения жилья на первичном рынке. В данную категорию предлагается включить лиц, которые в период прохождения военной службы по призыву выполняли задачи в условиях чрезвычайного положения при вооружённых конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным законодательством. Вторая поправка предусматривает внесение изменений в закон, согласно которым гражданам в возрасте 75 лет и старше собственникам помещений в многоквартирном доме будут возмещаться фактические расходы на оплазу ежемесячного взноса на капитальный ремонт жилого дома. Жители округа могут ознакомиться с ними и направить замечания и предложения до 24 февраля. Спикер регионального парламента Анатолий Мяндин принял участие в заседании Общественной палаты Нейнского округа. Участники рассмотрели вопросы о состоянии гражданского общества в регионе, доступной среды для людей с ограниченными возможностями, некоммерческого сектора и проблемы многодетных семей. Член Общественной палаты округа Лидия Ружникова обратила внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются многодетные родители в регионе и самое острое из них – выделение земельных участков. Анатолий Мяндин предложил обсудить с представителями многодетных семей механизм реализации окружного закона и как один из путей реализации закона рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки взамен предоставления земельного участка в собственность. Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Нейнского округа Виктор Кмить принял участие в работе очередного заседания Национального форума информационной безопасности «Инфо-форум-2016». Представители подразделения специальных технических мероприятий МВД России информировали участников форума о пресечении деятельности десятков групп, специализирующихся на хищение с помощью электронных средств в кредитной сфере, как у клиентов банков, так и у самих банковских учреждений. Количество таких преступлений в 2015 году выросло примерно на 60%. В результате предпринятых усилий в судебные органы направлено более 11 тысяч материалов по фактам хищений с использованием компьютерных технологий. Как отметил Виктор Кмить, за время своей работы с 2001 года форум стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области информационной безопасности. По мнению депутата, особое внимание представляют две темы, озвученные на форуме. Это пакт об электронном ненападении между ведущими государствами под эгидой ООН, который может быть подписан в ближайшие два года, и разработка новой редакции информационной безопасности России. Работа по ее завершению запланирована до конца этого года. Дополнительное образование в Ненецком округе в состоянии, проблеме и перспективе развития. Круглый стол, посвященный этой теме, провели депутаты окружного парламента. В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы реализации концепции развития дополнительного образования детей, в состоянии и перспективе развития региональной системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в сфере художественного образования. По итогам мероприятия участники Круглого стола выработали рекомендации, результаты исполнения которых будут озвучены в собрании депутатов чуть позже. Подробнее о дополнительном образовании в Ненецком округе мы поговорим с гостем студии. Сегодня это законодатель депутата окружного собрания депутатов Игорь Соколов. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вот было сказано только что в сюжете о том, что прошел Круглый стол, посвященный вопросам дополнительного образования, буквально в двух словах я сказала о нем специально. Расскажите, чем вообще вызван интерес в обсуждении этой темы дополнительного образования в Ненецком округе? Да. На самом деле, ровно неделю назад состоялся Круглый стол, организованный собранием депутатов, концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации и в Ненецком автономном округе. В ней приняли участие представители собраний депутатов, исполнительной власти, родители, руководители учреждений дополнительного образования, все заинтересованные лица. Стоялся очень плодотворный, на мой взгляд, разговор. Мне посчастливилось вести этот Круглый стол. Модератором был выступать. Да. Вся карьера связана мне с дополнительным образованием, поэтому, в принципе, для меня там секретов не было никаких. Актуальность этого события, на мой взгляд, очень вовремя. Дело в том, что для нашего региона произошел ряд событий. Ну, первое. С 1 января 2016 года на региональный уровень, на уровень субъекта, перешли учреждения дополнительного образования городские, муниципальные. С 1 января 2016 года, согласно законодательству, мы перешли дополнительное образование в стране, приходит на нормативное подушевое финансирование. Перешло на нормативное подушевое финансирование. Ну, и ни для кого не секрет, новая экономическая ситуация, сокращение бюджетных расходов, дополнительное образование, к сожалению, не гарантировано как бесплатное. Поэтому все это обсуждалось. По всем этим темам мы прошлись и коллегами судили по направлениям, по сферам, по физической культуре, по художественному направлению. Вот если перейти, да, вот вы сказали там три составляющих, ноу-хау, да, с которыми столкнулись эти учреждения. Про первое, что вообще изменилось в учреждениях после передачи из города в округ? Просто статус? Ну, по сути, да, статус. То есть учреждения стали государственными. То есть это, ну... Может, наоборот, плюс, да? Ну, это плюс, естественно, да, конечно. То есть у нас Заполярный район перешли год назад учреждения, городские в этом году об этом. На самом деле о переходах в других субъектах Российской Федерации говорится уже давно. Как правило, как правило, на муниципальных бюджетах не хватало никогда средств для содержания учреждений дополнительного образования. Тоже ни для кого не секрет, ну, в стране, в других субъектах оно зачастую платное. Поэтому переход на государственный уровень гарантирует, ну, больше возможностей для предоставления бесплатного, ну, или там частично платного дополнительного образования детей. Про возможный переход мы на платные услуги поговорим чуть позже. Пока давайте вот эти три аспекта обсудим. Новый порядок финансирования по душевой, да? Вот расскажите, в чём суть? Суть, ну, судя из названия нормативно по душевой, ну, то есть деньги за ребёнком, деньги за воспитанником. Если совсем просто, сколько детей, столько денег. То есть предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование, некий норматив, который чётко ограничивает количество детей в группах, количество часов и так далее. Ну, вот... То есть не будет такого, например, какое-то учреждение дополнительного образования перетащило к себе там 2000 детей, а за качеством уже, в общем-то, никто не следит. Такого не будет. Ну, вот здесь что получается? На самом деле в бюджете любого уровня финансируется услуга. То есть есть некое количество услуги, условных единиц. И вот это... Какое учреждение... У нас это не актуально, но, наверное, мы к этому перейдём, не знаю. Какое учреждение выиграет, что ли, конкурс на эту услугу? То есть вот так. Вот, которая впишется в тот норматив, где она... Ну, на сегодняшний день самое актуальное, где она дешевле. Вот в то учреждение эти деньги и придут. Схема примерно вот такая. Ну, на сегодняшний день у нас такой некий переходный период, поэтому пока об этом говорить рано, но в принципе все уже решения фактически приняты. Вот в этом направлении. Если говорить о концепции, которую вы сказали вначале, о развитии дополнительного образования, можно рассказать, на какой срок рассчитана эта концепция, что она в себя включает? Значит, в 2013 году вступил в силу новый закон образования, так называемый, новый мы его называем, но вот на самом деле, и дополнительному образованию там выделено не так много внимания. И все ждали подзаконных актов. Вот вышла эта концепция совсем недавно. После концепции, результатом концепции в постановлении правительства была принята программа, где уже детально прописаны все мероприятия, что будет происходить в Российской Федерации, в Нинецком округе с дополнительным образованием. Эту концепцию ждали. После принятия её на федеральном уровне, такие концепции принимаются на региональном уровне, и программа после принятия концепции, программа действий, так скажем, на концепции до 2020 года. Поэтому это подзаконный акт вследствие... Топеринтый концепт. Да. То есть обсуждение... Это первый шаг для ознакомления общественности. Больше всего это направлено на то, чтобы разъяснить людям, потребителям услуги, родителям, детям. Сейчас у нас дополнительное образование уже не только для детей, для взрослых тоже. Кстати, благодаря чему оно стало возможным? Ну, здесь получается изменение тоже в законодательстве. То есть сейчас дополнительное образование для детей и взрослых. Сейчас учреждения... Ну, скажем, дюцлидер, например, они уже перестали. Да, дюцлидер, НОРД, ну, на что-то... Мы были учреждения для детей, теперь мы просто учреждения дополнительного образования. То есть для всех. Подразумевается, что дополнительное образование может получить любой, да. Не обязательно. Ну, понятно, что в основном это дети, но, по сути, любой. Игорь Николаевич, всё-таки, а можно о концепции более детально рассказать? Ну, вот по итогам нашего круглого стола была принята резолюция. Вот, и... Ну, это результат этого круглого стола. И там был намечен некий план. Значит, если совсем детально подходить, ну, так по степени важности, это переход на нормативное подушевое мы с вами обсудили. Переход учреждений на региональный уровень это мы обсудили тоже. Вот у нас в регионе сложилась такая ситуация. Ну, не только у нас, во многих регионах тоже, что дети, ну, дети и взрослые в том числе как-то больше в спорт, больше в художественно-эстетическое направление. Но сейчас ситуация такова, что вот, ну, стране нужны инженеры, IT-технологи, лётчики. Вот, и поэтому, принимая участие различного рода, мне удалось вот в период реформы дополнительного образования, на самом деле это реформа, она уже проходит, ну, с 13-го года, участвовать во многих совещаниях, выезжал я и за пределы округа неоднократно. Ну, сказано так, физкультура, спорт, художественно-эстетическое, это как бы вроде бы досуг. Для души. Досуг, да. А дополнительное образование, это то, чем ребёнок будет заниматься впоследствии. Это вот именно в том прямом понимании дополнительное образование. То есть для этого создаются условия, ребёнок пробует, как в один кружок, в другой кружок, в третий кружок, в четвёртый кружок, и вот, не знаю, в пятом он останавливается, вот это его. То есть вот, например, если ребёнок всё-таки решил связать свою жизнь с авиацией, он пойдёт в авиамодельный кружок, чем у нас, в общем-то, здесь нет. Да, да. Ну, к сожалению, раньше было, теперь нет. Вот это было подчеркнуто на круглом столе, и мы это отразили в резолюции по итогам по итогам круглого стола. Ну, вот как это будет? Ну, будем это реализовывать. Я думаю, что даже на фоне вот такого бюджетного финансирования, ну, снижения бюджетного финансирования, всё равно я считаю, что это важно. То есть это надо даже, может быть, не создавать, а восстанавливать. В округе в своё время был Дом пионеров, там раньше назывался, там были кружки судомодельные, авиамодельные. Я их всё время посещал, и у нас была станция юных туристов, и туристов, и техников, ну, и по всей стране они были. В принципе, вот это направление развивается, новое приобрело формы. Знаете, как вот в городах есть Кейтбург, вот целые мини-города, куда человек ходит, вот ребёнок с родителями, и, значит, вот они там ходят и выбирают будущую свою профессию, там им это рассказывают, показывают интерактивно и так далее. Вот вы говорили про такой бюджетной обеспеченности, а быть может это передать в руки малого и среднего бизнеса, там единственная, наверное, загвоздка, это получить лицензию, да, на преподавательскую деятельность. Вот здесь ситуация следующая. На самом деле услугу, вот это вот задание, услуга, может, по большому счёту, вот то, что я говорил выше, вот этот некий конкурс может выиграть и частник, если он предложит лучшие условия. То есть не обязательно это должно быть государственное учреждение. То есть индивидуальный предприниматель, вот о чём мы сейчас вам говорили, вот про вот эти города, они, кстати, они же все на коммерческой основе. То есть люди платят деньги, проходят. Вот на самом деле, может быть, я ошибусь, мы, наверное, единственный регион, наверное, где до сих пор в рамках учебных программ дополнительное образование для детей бесплатно полностью. То есть вот на сегодня оно бесплатно. Где рынок, на самом деле, рынок шире, там это давно уже внедрено и успешно работает. Поэтому, да, здесь нет никаких ограничений, если появится какой-то конкурент государственным учреждением и он в этой конкурентной борьбе выиграет, то... Это же очень неплохо будет. Ну, это будет хорошо. Конкуренция, это всегда хорошо. Это повышает качество услуги. Мы неоднократно сегодня говорили про то, что у нас услуги доп. образования бесплатные, тем не менее, всё-таки готовится документ, согласно которому ряд каких-то услуг станет платными. Вот я сразу выскажу своё мнение. Я считаю, что это нормально, потому что за доп. услугу мы должны платить. А, ну, здесь несколько сценариев. А, даже вариации. Как я себе представляю, то, что наверняка часть услуг будет платной, то есть, вот ещё раз хочу сказать, сейчас бесплатно. Ну, самое главное, для тех категорий граждан населения, малоимущих, льготных категорий, с ограниченными возможностями и так далее, они останутся бесплатными, это бесспорно. Второе, возможен некое софинансирование, то есть, когда будет родитель за ребёнка платить некую часть, то есть, он будет платить часть, а основную часть будет покрывать всё равно бюджет, потому что у нас вот так сложилось, что все активы, они окружные, и округ их содержит в любом случае. поэтому возможен такой опыт, по-разному называют ваучеры, сертификаты, когда родители предоставляют право один раз по одному направлению, условно, 10 часов бесплатно, если второй раз, третий, то это уже за деньги родителей. Вот по какому пути мы пойдём, пока вот это всё в концепции, о чём мы с вами говорим. Конкретных каких-то документов нет, в любом случае будет глубокий анализ, некая ревизия этих услуг, сколько их необходимо, регионы в каком объёме и в каком направлении, потом это будет доведено до общественности, и только после этого уже будут приняты решения вот какие-то по поводу платности и бесплатности. Вот так, если коротко. А вот что говорили участники круглого стола, обсуждают этот вопрос о возможности введения платных услуг? Наверняка были те, кто против, и чем они мотивируют? Здесь ещё такой нюанс. Если, ну, по-простому, если денег не хватит на доп. образование, которое мы уже подчеркнули, не гарантированно, как бесплатное, что вот, что можно сделать? Можно просто сократить количество госзаданий, ну, сейчас у нас все госзадания, и просто эти потребители, эти дети не получат этой услуги, но оставшиеся будут бесплатными. Первый вариант. Второй вариант, можно ввести плату, тогда всё остаётся на своих местах, дети также получают услуги, но уже родители голосуют за это рублём, то есть вот, и как-то всё становится на свои места, что если родитель заплатил, потребитель, то ребёнок получает, это там другая мера ответственности, и мы уже все понимаем, что деньги не будет же родитель платить просто так, он его и заставит. Результат какой-то должен быть. то есть в итоге будет результат. Это вот, то есть, в принципе, я вот не услышал, что, ну, что должно быть, конечно, это здорово, это достижение региона, что до сих пор у нас всё бесплатно, вот совсем недавно у нас было мероприятие, проходило, приезжали гости с Москвы, вот они, как-то, последний раз они были пять лет назад, вот сразу с порога, у вас всё ещё всё бесплатно, прошло пять лет, мы говорим, да, вот для них тогда был, новость была, сейчас тем более. Тем более, в таких экономических условиях. Да, да, ну, вот, про возможность введения плавных судов. Да, да, по возможности. Вот мы уже неоднократно сегодня с вами говорили о том, что у нас всё равно большая часть детей занимается спортом либо художественной самодеятельностью, потому что, по большому счёту, альтернативы нет. И очень часто бывает так, что один ребёнок занимается там в пяти спортивных секциях, в разных учреждениях. Вот на ваш взгляд, как человек, который занимается спортом, насколько это полезно для ребёнка? Может ему определиться с одним видом достижения? В пяти много. Ну, так ведь есть, занимается так вандо, плаванием, баскетболом, волейболом, футболом. Если всё вместе, если ещё, можно сказать, музыкальную школу, школу искусств, тогда... Это нормально? Нет. Ну, он должен попробовать вместе с родителями и определиться, чем же он будет в итоге заниматься чем-то одним. Вот позиция такая. Вот на начальном этапе, наверное, это нормально. Ну, пять много, наверное. Ну, я просто знаю, действительно, которые так... Ну, может быть, да. Но сейчас в школах непростая программа. Есть СанПИН, который, по большому счёту, не позволяет ребёнку, у него не должно времени на это хватать. То есть заниматься там одновременно во многих... Да, в таком количестве. Здесь также во многих регионах введена такая схема, то есть есть и единый ресурс дополнительного образования, где чётко видно, что ребёнок, где, в каком объёме он получает услугу дополнительного образования. В этом случае тогда, в принципе, всё встаёт на свои места. Если он там, извините, в школе, то учится ещё в пяти секциях, когда он тогда, я не знаю, где-то должно быть какое-то несоответствие. Поэтому, да, вот у нас пока так. Я, знаете, ещё к чему этот вопрос задала? Быть может, когда всё-таки будет введена платная услуга хоть на что-то, тогда родитель будет задумываться, если он хочет, чтобы ребёнок добился успеха в плавании, то, естественно, за деньги он будет вводить туда ребёнка, чтобы он добивался успеха в плавании, а не так, что... А где получится, там получится. Спорт достижения какое-то, быть может быть. Да, но тут у нас ещё и... Вот спорта коснулись у нас и со спортом, и существует проблема с передачей, ну, с спортом в прямом понимании, то есть, получается, при переходе полномочий в Архангельскую область, полномочия по спорту ушли полностью. И вот они пять лет были там. Вернулись они только вот ровно год назад. И получилось так, что у нас спорт, ну, так, по-простому был спрятан в дополнительном образовании. Вот, а чтобы спортом, да, заниматься в полном объёме, то есть, должны быть, были бы быть вот эти полномочия, тогда вот ваши слова «справедливы» он должен там, чтобы стать, не знаю, мастером спорта, надо, не знаю, 8-9 лет и заниматься, и заниматься регулярно и так далее. И родители, чтобы были заинтересованы в полном объёме. Вот, поэтому тут я бы сказал, проблема не в том, что в плане доступности у нас проблем нет никаких. Это очень хорошо. Да. Всё у нас есть, шикарные спортсооружения и так далее. А вот, кстати говоря, мы очень много, да, опять же, про спорт сегодня говорим, а многие, может быть, зададутся вопросом, а сколько у нас детей занимается спортом? Есть такие данные, может быть, на примере вашего учреждения Норда? Ну, вот, на сегодняшний день порядка двух тысяч детей посещают учреждения. там, меньше, но вот, ну, пусть кто-то из них, там, может, человек 100-150, может быть, в две секции ходит, в остальные, вот, это только вот взять Норт. На самом деле у нас по посещаемости регион, я думаю, что один из первых, такой статистики, правда, нет, нас очень много людей посещает, вот через Норт только проходит 600 человек в день. Ого! Да, то есть вот такие цифры. То есть, с этим у нас все в порядке, на сегодня, на сегодняшний день. Ну, я думаю, что все равно человек, пришедший в спорт, он там остается, несмотря даже на изменившиеся условия. Хочется услышать ответ на такой вопрос, обсуждается ли в органах власти появление новых дополнительных объектов спортсооружений, потому что любят люди у нас спорт, хотят заниматься комфортом. Спортсооружения, да, вопрос всегда обсуждается, развитие инфраструктуры, в том числе спортивные, но еще раз скажу, ну вот, бассейна не хватает, потому что я это знаю, не понаслышке, это факт. Там и бесконечные жалобы, то есть спрос превышает предложение, так скажем. Вот по остальным объектам, тут как бы не хватает, наверное, одного такого, знаете, вот спортсооружения для зрителей. У нас вот для занимающихся все есть. Даже есть некоторые спортивные залы, которые там пустуют иногда, ну, не специализированные. Вот, а вот где вот можно прийти и вот посмотреть там, на финальную игру, там, чем-то округа. Представляю, арена, как это полагается, да? Да, вот, чтобы было в телевизии, не снял этот репортаж, показали там его. Пока что мы так только хоккей можем снимать на ледовой арене. Ну вот, ну вот, вот ледовая арена есть, вот это как бы, вот пример того, как должно быть. Вот, в принципе, вот такого вот сооружения не хватает, это однозначно, чтобы вот с трибунами прийти, поболеть, там, за детей, за взрослых, ну, вот это, 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 это должно быть. Ну, это такие перспективные, перспективные, долгоиграющие. Да, ну, и нынешняя ситуация, это вот не в нашу пользу, вот, с точки зрения финансирования, да, финансов. Ну, вот если говорить про технические направления, развитие технических направлений в дополнительном образовании, определены были какие-то сроки, когда должны появиться? Вот, в резолюции был отмечен, что департамент, профильный департамент у нас образования, культуры и спорта разработает план, и вот мы его будем реализовывать. Но то, что это необходимо делать, уже ни у кого, всем это ясно, не вызывает сомнения. Но, опять же, площадки-то существуют для того, чтобы, если мы возьмем, да, если это государственное учреждение будет делать? Тут, знаете как, вот, на самом-то деле финансируется услуга, где это будет площадка, это не важно. То есть, по большому счету, услугу дополнительного образования не обязательно, и в большинстве случаев, опять же, за пределами региона реализуется не обязательно в учреждениях дополнительного образования. Услуга может реализовываться где угодно. Не где угодно, я уж так сказал, теперь, вузам, ПТУ, например, или, как мы уже говорили, частным предпринимателям, или даже предприятиям, которые имеют на это лицензии. Ну, например, не знаю, авиаотряд. У них есть лицензии, а нет, и у них кружок, вот этот круг финансируется, ну, я так примерно сказал, или больница какая-нибудь. То есть, вот, финансируется сама программа. Поэтому, вот, если так, ну, так представить, что будет у нас, не знаю, как там, IT-технологии, там, компьютерный, то есть, этот компьютерный класс может быть где-то, ну, например, в школе. Очень много говорилось, кстати, про школу, что вот, неспроста, в одну смену, это неоднократно подчеркивалось, потому что ребенок учится по общей, общей, общей программе, а после окончания учебы, он, значит, идет, может быть, в этой же школе. Да, ну, если вот, мы сейчас говорим про, идет в компьютерный класс, ну, например, и там получает вот это дополнительное образование. По большому-то счету, идея вот такая, вот непрерывность как-то, чтобы не было разрыва между школами, все равно у нас таких, все равно у нас дети, все школьники, в любом случае. А если, как у нас в регионе, еще и есть вот такие мощности, как вот мы с вами перечислили, тогда это, ну, это как уже, это плюс дополнительный. А вот в завершение хочу узнать, вы говорили, что в круглом столе принимали участие и родители, они высказывали какие-то пожелания, либо они просто выступали в роли слушателей? Нет, родители, ну, наверное, саккумулированы уже были все, мы с вами назвали, сколько у нас получает дополнительное образование, детей и взрослых, это же целое, очень много. Одних детей, там была цифра озвучена, более пяти тысяч. Поэтому, наверное, там родителям всех было бы не выслушать, но то, что мы сейчас обсудили, в принципе, это было саккумулировано, вот все наболевшие, были, вот эти вопросы, они были делегированы, мы еще при подготовке вот этого круглого стола, мы эту информацию собирали, и руководители учреждений, то есть цель-то была именно как раз найти какие-то не пути выхода, у нас тут не так проблематично, а что мы будем, что есть, наметить план действия, наметить план действия на ближайший год, год-два. Я считаю, что это огромный плюс будет, потому что даже, например, заниматься спортом, либо танцами, так как в художественной самодеятельности не все дети могут по состоянию здоровья, вот технические направления, они опять же увеличат охват детей, которые будут заниматься доп. образованием, потому что, ну, взрослые, я думаю, сами себе уже определяют, чем они будут заниматься, да, в зависимости от свободного времени, а времени, как правило, сейчас у взрослых не очень много остается, а если и остается, то они ходят в бассейн, в пасс, там. Я благодарю вас за участие в программе «Законодатель», приходите к нам еще, и желаю все-таки скорейшей реализации тех планов, которые были намечены в рамках круглого стола по дополнительному образованию. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Законодатель». Всего доброго. И увидимся через неделю.